МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что за окном лета и до первого снега еще очень далеко, лыжная база продолжает оставаться центром притяжения спортивно-ориентированных сравчан и даже больше принимает у себя соревнования федерального уровня. Какие именно и что на них смогли показать наши атлеты? Когда начнется запись в лыжной секции и что нужно сделать, чтобы помочь своему ребенку сделать первые шаги в спорте? Об этом и многом другом мы поговорили с директором лыжной базы Татьяной Вавилкиной. Татьяна Константиновна, у вас совсем недавно одно за другим прошло подряд два первенства. Расскажите, пожалуйста, что это были за соревнования? Первые соревнования, которые прошли 21 июля у нас на лыжной базе, это открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации города Сарова. Это традиционные наши соревнования, они проходят с 2007 года и являются одним из этапов подготовки спортсменов-лыжников в летний период времени. И вторые крупные соревнования – это первенство России уже по скоростным лыжероллерам. То есть эти соревнования, скажем так, в наш город приехали очень, скажем, неожиданно. То есть мы не планировали изначально их проводить, но получилось так, что мы согласились и администрация города также нас поддержала. И с 24 по 29 июля мы провели эти соревнования. А чья была инициатива у нас с Рою провести соревнования такого уровня? Может, это сыграло роль победы Насти Седовой, но не победы, а призовое место? Ну, скажем так, призовое место Насти – это один из шагов, который также сподвиг Федерацию лыжных гонок России провести на нашей базе соревнования по скоростным лыжероллерам. Вообще, как-то у нас получается, что традиционно, начиная с 2009 года, это 2009, 2012 год, 2015 год, и вот 2018 год у нас проводятся соревнования столь высокого уровня. А нашему городу факт того, что мы принимаем у себя такого рода состязания, что-то дает? Ну, в первую очередь, наверное, это то, что это все-таки престижно. То есть не каждому городу дано право проводить соревнования столь высокого уровня. Опять же, то, что у нас есть соответствующие трассы. И то, что наш объект спорта, лыжная база, он нанесен во Всероссийский реестр объектов спорта. А у нас по области таких баз попадется на одной руки посчитать? Только в нашем городе. Действительно? Даже в Нижнем нету? Нету. Тогда неудивительно, что к нам приезжают такие соревнования. А как наши ребята выступили? На первенстве России в первой гонке коньковым свободным стилем Павел Сашков у нас занял первое место. И в гонке преследования, это была классическая гонка, он стал третьим. И наши девушки, это Ляпин Елизавета и Шестакова Полина в составе сборной команды Нижегородской области в эстафете заняли третье место. Ребята сами довольны своим выступлением или хотелось бы больше? Ну, я думаю, что участие в соревнованиях столь высокого уровня, и при том, что первый раз по скоростным лыжероллерам, и учитывая то, что наши ребята на скоростных лыжероллерах не занимаются, это довольно-таки высокий результат. А какая сборная какого региона показала себя сильнее всего? Ну, как правило, Санкт-Петербург и МОС-область. Почему, кстати? Ну, Питер еще худо-бедно, понятно, там Карелия рядом, лыжная база, а Московская-то область? Ну, они тоже занимаются лыжероллерами, они практикуют скоростные лыжероллеры, поэтому ничего удивительного, у них хорошие команды, и спортсмены Московской области, а также Воронежской, Липецкой, Санкт-Петербург, они входят в основной состав сборной команды России по скоростным лыжероллерам, и представляют Россию на этапах Кубка мира, и на первенствах, и на чемпионатах мира. А если мы будем говорить про лыжи, какие регионы у нас в этом плане наиболее развиты? Ну, наверное, вот Хантамансийская. Нет, не Хантамансийская, а Коми. Коми, да, но также ведущими регионами в лыжных гонках является это Тюмень, это Удмуртия, Коми, Татария, это очень такие регионы, где сильно развиты лыжные гонки. А нам чего не хватает, чтобы до этих высот дотянуться? Ну, наверное, может быть, не совсем, скажем так, финансирование позволяет, потому что все-таки ребята должны выезжать на сборы, и сборы эти должны проходить и в средней горе, и в летний период времени они должны выезжать также на снег тренироваться. Наверное, все-таки вот это сказывается. Может быть, традиции, наличие тренеров, но база у нас есть. Кстати говоря, да, люди, которые приезжали, они не изъявляли желание как-то, может быть, договориться и приезжать на регулярной основе тренироваться? Да нет, они, в принципе, у них есть возможность тренироваться в своих регионах, но наши спортсмены, спортсмены Нижегородской области, вот буквально даже со 17 августа, они приедут к нам сюда на сборы. Ну, потому что у нас же тут школа Олимпийского резерва, да, я так понимаю, это должно предполагать, что здесь может быть какой-то такой маленький интернатик, куда талантливые ребята будут приезжать из области, здесь жить и заниматься. Ну, хотелось бы, конечно, потому что многие хотят тренироваться в Сарове, хотят тренироваться с Николаем Евгеньевичем, хотят тренироваться с Еленой Сергеевной, но, к сожалению, мы не можем это на данный момент осуществить, потому что ребята должны где-то учиться, ребята должны проживать, и, соответственно, это должно быть соответствующее питание. Ну, здесь, наверное, закрытость города свою роль играет в данном случае, на самую позитивную. Хотя, я думаю, горожане согласны с тем, что чем дольше колечко будет оставаться, тем лучше. Ну, я тоже согласна с этим. Татьяна Константиновна, давайте поговорим про лыжероллеры как вид спорта. Он самостоятельный или это дополнение к лыжным гонкам? Вообще, как бы, в летний период времени ребята занимаются на лыжероллерах, это один, скажем так, чтобы не потерять техническую свою технику, они занимаются вот именно на лыжероллерах. Ну, точно такая летняя форма разминки для спортсменов. Летняя, да, да, да. Это одна из летних форм подготовки. А вы сами стояли на лыжероллерах? Насколько это отличается от традиционного бега на лыжах зимой? Да, стояла. Ну, в то время, когда тренировалась я, лыжероллеры были немножко другие. Сейчас они подразделяются. Есть коньковые лыжероллеры, есть классические. Соответственно, уже они совершенствуются. Колесо совершенно другое, из другого материала. А у нас раньше были такие лыжероллеры, что мы на них катались и коньком, и классикой. Если сравнивать, чем отличаются от лыж, ну, здесь, конечно, это больше скорость. То есть скорость на лыжероллерах, она гораздо выше. И, соответственно, спортсмен продвигается уже быстрее, чем на лыжах. И если даже на лыжах приходится применять какие-то дополнительные физические усилия, то здесь немножко все по-другому. Есть, конечно, утяжеленные лыжероллеры. Это Марва. Ребята тоже на них занимаются. Это есть также один из этапов тренировки, чтобы впоследствии ребята, вставая на обычные лыжероллеры, им было легче бежать. А как вы считаете, лыжероллеры могут стать такой формой досуга? Знаете, кто-то бегом занимается, кто-то плаванием, а кто-то, пускай даже лыжами не занимается, купил себе лыжероллер и катается по городу. Ну, я думаю, что это очень опасно. Или это все-таки чистый спорт? Это чистый спорт, и к этому нужно привыкать, потому что даже те дети, которые у нас приходят в лыжную секцию, первоначально они начинают кататься на классических роллерах, то есть они более медленные, чем коньковые. Они начинают кататься по стартовому городку довольно-таки длительный период времени. И только потом, постепенно, они начинают подниматься на спуск. То есть постепенно, постепенно, все выше и выше. А, кстати, возвращаясь к первенствам, по какому маршруту проходили гонки? Только тут, в пределах лыжной базы, или еще в город? Нет, у нас были еще гонки, это по проспекту строителей Захарова, потому что, скажем так, профиль нашей трассы для скоростных лыжероллеров, он довольно-таки сложный. И трасса, она уже, хотя ширина трассы 4 метра, но для скоростных лыжероллеров она считается все равно узкой. Ну, коньком, если человек бежит, нужно уходить. Ну, не то, что коньком, потому что лыжероллер, скоростные лыжероллеры, там больше контактного, скажем так. Это более контактный вид спорта, поэтому им очень узко на нашей трассе. И более высокие скорости на скоростных лыжероллерах. Поэтому это мы вынесли в город, чтобы было менее травмоопасно для спортсменов в первую очередь. То есть они выезжали на улицу строителя Захарова, через мост, да, и возвращались? Да, старт был около Дюш-юниор, и дальше по проспекту Захарова, через новый мост до пересечения с проспектом Дзержинского и обратно. Вы сказали, что вид спорта скоростной, то есть неминуемо возникают проблемы, когда нужно определить, кто финишировал первым. Я знаю, что сейчас на этом первенстве использовались технические приспособления, чтобы финиш не вызывал ни у кого никаких сомнений. Что это было за устройство? Ну, во-первых, у нас работала очень профессиональная группа судей. Это судьи всероссийской категории. Это те, кто занимались хронометражом на финише. И у ребят на ногах были чипы. То есть они определяли финиш, пересечение финишной черты. Работали также видеокамеры, с помощью которых мы просматривали, просматривали, если возникал вопрос в финише того или иного спортсмена, особенно это было в спринте и в эстафете, и уже определяли, кто был победителем. То есть было так, что нога в ногу прямо прибегали. Да, буквально в спринтерской гонке, в финале два юниора. То есть минут 15, наверное, просматривали камеру, чтобы определить, кто же первый был. Пересек финишную черту. Татьяна Константиновна, я всегда считал, что лыжи – это вид спорта такой, знаете, простенький, народный для всех. Все, что нужно – снег, две деревянных лыжи. Ну, это, конечно, с времен моего детства. Ну, хорошее настроение, желание побегать. Я так понимаю, это не совсем так. И сейчас лыжи требуют достаточно серьезных вливаний. Насколько дорогой это вид спорта? Для профессионалов это очень дорогой вид спорта. Для простого обывателя, действительно, как вы сказали, это можно купить простые лыжи в магазине, ботиночки простые. И также выйти в любое удобное для себя время покататься на лыжах. Для ребят, которые уже профессионально занимаются спортом, это довольно-таки дорогой вид спорта, потому что лыжи стоят очень дорого. Для спортсменов-профессионалов это порядка 40 пар лыж, которые ребята возят на соревнования. Ну, наши спортсмены тоже возят от 10 до 20 пар лыж с собой. То есть они перед соревнованиями их откатывают и уже выбирают ту пар, на которую они бегут в гонку. Ну, плюс, я так понимаю, лыжи разнятся в зависимости от того, для каких гонок предназначен. Они в зависимости разнятся от погодных условий, в зависимости от снега, допустим, даже от региона. Допустим, те лыжи, на которых можно бежать, скажем так, в республике Коми, не факт, что они будут хорошо работать в Удмуртии. А когда вот чуть-чуть забегая вперед, ребята приходят к вам заниматься, совсем маленькие, они свои лыжи приносят, или у вас есть какая-то маленькая лыжа? Нет, мы обеспечиваем те ребята, которые у нас приходят на этапы спортивной подготовки, на начальные этапы спортивной подготовки, то мы обеспечиваем и лыжами, и палками, и ботинками. То есть мы экипируем ребята. Для самых маленьких дальше они уже начинают развиваться, заниматься, ну, в зависимости от успеха. Да, дальше уже ребята, как бы, родители покупают лыжи им самостоятельно, потому что здесь уже зависит от веса, от роста спортсмена, той модели лыж, которую он предпочитает, потому что кто-то бежит на фишере, кто-то на матчусе, то есть в зависимости от того, кому какая фирма больше нравится и подходит. У нас в России сейчас, к сожалению, хорошие беговые лыжи не производят, да? Нет, все лыжи закупаются, да, за границей. Лыжи, смазки и все остальное. Да, соответственно, да. Мы здесь покупаем в России только мазь, которая идет для группы начальной подготовки, то есть которыми ребята мажутся на тренировке. Ну, хотя бы, возможно, это станет первым заночком для того, чтобы у нас все это начали делать. Татьяна Константиновна, скажите, пожалуйста, а в лыжероллерах соревнуется взрослая? Потому что вот это первенство, которое прошло, как вы сказали, оно было среди юниоров. Это среди юниоров, да, они ревнуются. Среди взрослых проводятся этапы Кубка России. И буквально совсем скоро, в конце августа, в Воронеже пройдет чемпионат России, где уже соревнуются более взрослые мужчины, женщины. А мы бы здесь смогли у себя принять соревнования такого масштаба? Или это пока слишком? В 2015 году мы принимали и чемпионат, и первенство России по лыжероллерам. То есть это у нас было. А насколько живой интерес у соревнований вызывают эти соревнования? Вот сейчас много приходило посмотреть, поболеть, поддержать? В выходные дни приходили и взрослые, скажем так, и семьями приходили. Болели, переживали. Но сейчас такой период времени, как правило, это лето, период отпусков. И даже многие как бы выезжают в выходные дни за город. Но народ был, приходил, да. Вот вы в лыжной теме уже много лет. Вы как-то чувствуете, меняется интерес к лыжам у россиян или нет? В целом в мире может быть. Я бы сказала, что да. Люди стали больше уделять внимания своему здоровью. Даже вот в зимний период времени, я наблюдаю за тем, что очень много у нас горожан стало приходить кататься на лыжах. Даже не только в зимний период времени, даже вот и бегом стали заниматься. Сейчас, как вы уже заметили, мы на лыжной базе поставили три спортивные площадки. То есть буквально с раннего утра и до позднего вечера люди приходят заниматься на спортивных площадках. То есть уличные тренажеры пользуются большой популярностью. Вот предвосхитили вы мой вопрос. Действительно, я заметил, что лыжную базу многие используют как место, где можно потренироваться. Это не профессиональные спортсмены, но просто пробежаться где-то, потянуться, позаниматься. Любители. Да, чтобы не идти на стадионы кар. Вы как-то в этом плане планируете дальше развивать лыжную базу и свою территорию? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы были у нас еще универсальные площадки, где люди могли отдохнуть, поиграть в волейбол, баскетбол, то есть даже в футбол. Хотелось бы, чтобы эти площадки имели искусственное покрытие. Ну, как вы уже заметили, у нас футбольная площадка имеется, но она больше предназначена для мини-футбола. Но ворота, к сожалению, там стоят хоккейные. И она засыпана песком. Ну, наверное, нужно идти в ногу со временем. Нужно иметь более современное все оборудование. И уже в этом плане развиваться и двигаться дальше. Я почему спросил, может быть, это и неправильно. То есть вы считаете, допустим, что занятие массовым спортом должно быть там, на Икаре, а тут лыжную базу нужно целиком отдать под профессиональных спортсменов? Нет, почему? Построить еще, может быть, несколько трасс. Даже, ну, я об этом говорил, это пока мало вероятно поставить тир и попытаться хотя бы здесь растить биатлонистов. Это более сложно, если растить здесь биатлонистов. Потому что, да, это нужны дополнительные помещения, должны нужны соответствующие разрешения. И все-таки лыжная база находится в черте города. Это шаговая доступность от школ, от жилых домов. И биатлонное стрельбище, я все-таки склонна к тому, что оно представляет немножко опасность. А хотя бы на уровне кулуарных разговоров такие предложения вообще звучали когда-нибудь? Или пока никто не рассматривает серьезную возможность тренировать? Серьезно пока никто не рассматривает. Ну, потому что, я говорю, это нужно дополнительное вливание, это нужно дополнительное финансирование. И все-таки должны быть комнаты для хранения оружия. Это очень серьезная вещь. А вот смотрите, у лыжной базы, как и у учреждения, есть возможность как-то своими успехами, результатами, показателями добиваться как-то финансирования? Может быть, выигрывать какие-то гранты? Или тут все жестко, строго регламентировано? Да нет, почему? Есть очень много конкурсов, где можно принимать участие, выигрывать гранты. Ну, вот даже, скажем так, в 2017 году Министерство спорта Российской Федерации, у них есть такая программа в поддержку из дюшеров, и училище Олимпийского резерва, нам было выделено финансирование в размере 5 миллионов 600 тысяч, где мы закупили тренажеры для нашего зала ОФП, и на эти же деньги были поставлены вот эти три уличных комплекса. Это последнее обновление, которое прошло на лыжной базе? А вот прямо сейчас, что бы вы хотели здесь изменить, поменять, отремонтировать? Вот если бы вот сейчас пришел бы Дед Мороз с мешком, вывалил там определенную сумму, не сказал, пользуйтесь. Хотелось бы более современное новое здание, чтобы был гостиничный комплекс, чтобы была столовая, была столовая, был буфет, соответственно, и сервис комнаты. И, ну, и как бы, чтобы помещение лыжной базы, оно вмещало всех желающих, потому что на данный момент времени те люди, которые приходят к нам зимой, даже вот в период проведения массовых мероприятий, нам не хватает уже места. Тесно вам тут становится. Тесно становится, да. Ну, я так понимаю, вы хотите пойти по пути соседнего Саранска, да, где есть обособленный комплекс, где есть все необходимое. То есть спортсмен приходит, он может на месте там пообедать, на месте размяться, там привести в порядок униформы, позаниматься с инвентарем, пробежаться. То есть, ну, по большому счету, как такой городок спортивный. Должен быть комфорт. Должно быть комфортно тренерам, должно быть комфортно спортсменам и даже простым жителям города, которые могут свободно прийти в выходной день, покататься на лыжах. Допустим, они устали, они пришли в здание лыжной базы, они могли спокойно отдохнуть, потому что, как вы видите, холл у нас тоже очень маленький. И даже, ну, скажем, пойти в кафе, попить чай. Вот, на данный момент мы только можем поставить аппарат, чтобы люди как-то согрелись, попили чай и немножко отдохнули. Хочешь, чтобы людям было комфортно и уютно у нас. Я, кстати, за 31 год жизни первый раз побывал на лыжной базе. Я думаю, я не один такой. Таких, наверное, большинство. Скажите, пожалуйста, вообще, вот, допустим, пришел к вам человек, да никогда здесь не был, всю жизнь прожил в Сарове. Чем он здесь может заняться? Ну, кроме того, что пробежаться вот тут по лесу. Может быть, какие-то тренажерные залы, игровые площадки, открытые для посещения есть? У нас все тренажерные комплексы, допустим, они все на улице находятся, они не закрываются. Площадка, которая футбольная, она также не закрывается. То есть, пожалуйста. Можно даже просто пройтись и погулять. Здесь великолепная природа, великолепное место. Рядом речка. Поэтому я думаю, что все те, кто приходят к нам, на лыжную базу, даже в качестве прогулки, получают колоссальное удовольствие. У нас же потому, что в последнее время тема благоустройства и развития городской среды активно развивается. Сейчас прошел очередной конкурс. По-моему, вы, кстати, даже там тоже участвовали. Да, мы участвовали, мы заняли второе место. То есть, на следующий год мы будем надеяться, что будет выделено финансирование, и все-таки лыжная база будет более модернизирована. То есть, это, в частности, касается стартового городка. Есть уже как бы проект, где будет реконструирован судейский домик, трибуны и, соответственно, оборудована березовая роща. Татьяна Константиновна, из опыта общения с вашими коллегами, людьми из спорта, я бы не с такой мыслью. Грамотный тренер, толковый человек ценится на вес золота. Если он уходит, любому учреждению спортивному наносится колоссальный ущерб. У нас есть ряд знаковых тренеров в Сарове, и все знают, не будем их называть. Вопрос такой, вот когда они решат уйти на покой, это неминуемо. Нам будет кем их заменить? Мы можем как-то привлечь кадры или свои вырастить? Ну, я думаю, что мы можем, в первую очередь, конечно, вырастить свои кадры. На сегодняшний день у нас работает и Петр Седов. То есть, как тоже тренер, он молодой, перспективный. Поэтому, я думаю, что подрастающее поколение у нас есть. Далее, Маша Казикаева у нас также работает спортсменом-инструктором, то есть, которая тоже имеет большой опыт в тренерской деятельности. Уже, несмотря на то, что она еще все равно тренируется, но в период отсутствия тренеров приходится иногда замещать, то есть, тренировки проводить с младшими ребятами. А, кстати, есть ребята, ваши выпускники, которые выбирают для себя спортивную стезю? Идут учиться не на врача, не на инженера, не на юриста, а вот спортивную стезю? Конечно, есть. Допустим, Анастасия Седова, она сейчас закончила, вернее, продолжает учебу в Смоленской академии физической культуры и спорта. То есть, также по спортивной специальности Павел Сашков, Мария Трунова, Евгения Вавилкина. То есть, они все на физкультурном отделении учатся. Только в разных институтах. Потому что это же все равно в некотором роде риск. Спортивная профессия, она сильно зависит от бюджетных вливаний. И когда ты получаешь такую специальность, то ты себя во многом ставишь в определенные рамки. Но понятно, сейчас времена не те, и грамотный спортсмен, он может уехать за границу, может, в конце концов, в другой регион уехать. Я слышал, сейчас в России очень сильная конкуренция за грамотных спортсменов и тренеров. То есть, может человек вполне расти где-нибудь в Смоленске, а выступать потом за Карелию. Потому что ему предложили лучшие условия. Может, и такое бывает. И бывает очень часто, что ребята меняют регионы, переходят в другой регион и выступают, соответственно, за другие регионы. А наших ребят расхватывают? Хотелось, наверное, другим регионам заполучить наших ребят. Но они все любят свой город, любят свою область. Поэтому они выступают за Нижегородскую область. Есть, конечно, те, кто у нас выступает параллельным зачетом. Это и Анастасия Седова, и Артем Мальцев, которые параллельно выступают за Республику Мордовия. Но я думаю, это не вызывает каких-либо, скажем так, недовольств со стороны одной или другого региона. Поэтому это все обосновано, это все на договорных основах. Но в конце концов, они Россию представляют. Конечно. И Анастасия Седова, которая выступала в Пхенчхане, она же с российским флагом. Конечно. Они выступали под нейтральным флагом. Но они все знали, да, конечно, что они выступают в первую очередь за сборную команды России. Татьяна Константиновна, у нас остается буквально несколько минут. В конце концов, раз мы на лыжной базе, скоро у нас осень, лето заканчивается. Расскажите, пожалуйста, когда начнется прием ребят в секцию? С какого возраста? Прием мы осуществляем, как правило, с 1 сентября. Принимаем детей от 7 лет и старше. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно прийти к нам на лыжную базу, подойти к тренеру. И уже весь пакет документов тренер-преподаватель даст, чтобы родители заполнили. И, конечно, медицинскую справку это обязательно. А будет какой-то отбор или, в принципе, на начальном уровне вы принимаете все? На начальном этапе мы принимаем всех. А дальше уже, как правило, ребята сами делают выбор. Или идти более профессионально заниматься, или, скажем так, просто для поддержания своего здоровья. Ну, есть те, конечно, которые не выдерживают нагрузок, потому что, как мы знаем, что лыжный спорт довольно-таки тяжелый вид спорта, и они просто заканчивают. Татьяна Константиновна, время для нашей завершающей традиционной рубрики «Опросник Пруста» в этой вазе бумажки с вопросами. Ваша задача – вынуть любые три и честно на них ответить. Три? Не пугайтесь, да. Никаких спортовырками там нет. Конечно. Интригующе. Сразу два взяла. Ваш любимый цветок – орхидея. Ну, кто бы сомневался. Второй вопрос. Каким бы вы хотели бы быть? Не знаю. Наверное, на этот вопрос я бы ответила так, что каждый человек, он индивидуален в своем развитии. И, наверное, то, каким человеком я сейчас являюсь, ну, наверное, хотелось бы дальше идти в этом направлении, расти, развиваться и совершенствоваться. И последний вопрос. Ваш любимый цвет – голубой. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором лыжной базы Татьяной Вавилкиной. Татьяна Константиновна, большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое.